Привет, друзья! В блоге Яны Ярошевской и на моих страницах в социальной сети появилось несколько вопросов по предыдущему видео, которое касается обучения в начальной немецкой школе. И сегодня я отвечу на один из них, и звучит он следующим образом. Сколько стоит обучение в немецкой школе? Ну, никакого секрета здесь нет. Я скажу вам честно, обучение в немецкой школе бесплатное. В системе немецкого образования есть разные школы, в принципе, так же, как и в России. Есть школы частные, за которые родители платят. Есть школы городские, ну, или, как бы мы сказали в России, там, муниципальные. За эти школы родители не платят ничего. Как я уже говорила, распределение в городские школы происходит в определенном, ну, так скажем, департаменте образования, да, в управлении школами города, в котором вы находитесь. Вот. И они вас распределяют в ту школу, которая ближе всего по месту жительства. Если вы в нее ходить не хотите, если вы выбираете частную школу и будете сюда сами возить ребенка, либо он будет там ездить на автобусе, либо еще как-то, вы должны уведомить об этом вот этот самый департамент, вот это самоуправление образования. И они уже, исходя из этого, дадут вам добро, что да, принято, вы ходите в частную школу, и мы вас отслеживаем там. Вот. Собственно говоря, вот и вся технология, вот и все. Когда вы приходите в школу, естественно, вам выдают учебники. Мы получили учебники бесплатно, мы ничего из учебной литературы сами не покупали. Вот. Единственное, на что нас попросили сдать деньги, это на две учебные тетради. Ну, в России мы их называем тетради с печатной основой. Там, где есть какие-то схемы, картинки, там, где есть задания, и там, где есть специальные графы, в которые можно вписывать свои ответы. Вот за эти тетради мы сдали 12 евро. Получили тетрадь по математике и тетрадь по немецкому языку. Потом нас, поскольку мы начали учиться не с начала учебного года, нас попросили докупить еще тетрадь с печатной основой по английскому языку. На эту тетрадь мы потратили 3 евро. Причем сама тетрадь стоила евро. И 2 евро стоила доставка до нашего почтового ящика. Вот. Такой дешевый эта тетрадь получилась потому, что было уже не начало учебного года. Вот. И у кого-то на складах там она осталась, или, может быть, у кого-то она осталась лишней. Мы заказали ее на Амазоне. И за 3 евро, включая доставку, мы ее получили. Формы учебной в школе нет. Ребенок ходит в том, в чем вы его отправите. Ну, естественно, это должно быть просто как-то прилично, чисто, аккуратно. И все. Никаких требований по поводу формы здесь нет. Никаких требований по поводу сумок, портфелей, рюкзаков здесь нет. Ходите с чем вам нравится больше всего. Перед началом учебного года нам выдали список необходимых материалов и пособий, которые необходимы будут ребенку в течение учебного года. В списке там были тетради, там были обложки, там были материалы для занятий искусством и творчеством. Ну и, собственно, все. То есть там еще были прописаны какие-то требования по ручкам. Дети в немецкой школе не пишут шариковыми ручками. У нас вот в частности в школе они пишут перевыми там ручками со специальными чернилами. Вот. Должна сказать, что у моего ребенка из-за этого почерк улучшился. Эффект есть, и я его вижу. Вот. Потому что, когда он писал в российской школе шариковой ручкой, это был, ну, такой тихий ужас. Потому что где-то со второго класса у него начал жутко портиться почерк. Ну и вот как-то с каллиграфией было все не так хорошо, как со всем остальным. А здесь я смотрю, что после того, как начал пользоваться ручками с чернилами, стал по-другому руку держать. И каллиграфия прекрасная, все выправилось в тетрадочках. Все очень аккуратненько, замечательно. И мне доставляет удовольствия разглядывать его тетради. Вот. На канцелярские материалы в общей сложности мы потратили там что-то около 70 евро. Вот. По российским меркам это, наверное, многовато. Но здесь такой уровень цен, что, в общем-то, ничего сверхъестественного мы не купили. Вот. Просто купили самое необходимое. Единственное, материалы для искусства и творчества я всегда беру самые дорогие, если есть возможность. Потому что от этого зависит очень многое. Вот. Если кто-то считает, что, ну, куплю там какие попало карандаши, какие попало краски, ребенку на самом деле важно, чем он рисует. И не потому, что он будет там хвастать перед другими или не будет как-то выделяться среди других детей, а потому что работа хорошими материалами приносит удовольствие. Я не скажу, что мой сын художник, не скажу, что он безумно любит там какие-то вот такие декоративно-прикладные штуки делать, но я заметила, что когда у него есть возможность работать там хорошими красками, что-то раскрашивать, особенно когда он получил уже сравнение с другими материалами, которые были так себе и плохие, вот, эффект от этих занятий получается другой. И он больше доволен результатом, он более мотивирован. И вот поэтому, ну, если есть возможности, лучше всегда для творчества и занятий по каким-то декоративно-прикладным штукам покупать материалы хорошие. Вот. Что еще в финансовом плане рассказать? Да больше ничего. Родителей в немецких школах можно разделить на две группы. Есть родители класса, которые сами решают, когда и на что собирать им там деньги. Ну, вот за эти там два месяца учебы в немецкой школе мы сдавали деньги, собирались так родителями всего лишь один раз. Это было перед Рождеством. Родители решили сделать подарок классному руководителю, вот, и все скидывались по 5 евро. Но это было по желанию. У каждого родителя, там, мама, инициировавшая этот сбор, спросила, готовы ли вы поучаствовать и, ну, какую сумму готовы внести. Вот. Мы сначала сдали 10 евро, потом нам позвонила эта мама, инициировавшая этот сбор, сказала, что ужас-ужас, мы постолько никогда не собираем, нужно 5 евро всего лишь, остальные 5 нужно придумать, как вам вернуть назад. Ну, на что мы ей сказали, что окей, не надо, все равно мы еще потом, когда-то, впоследствии, будем на что-то деньги собирать, давайте, там, эти 5 евро уйдут в зачет следующих трат. На это мы порешили. Вот. А все остальное, школьные мероприятия большие, какие-то походы, какие-то встречи, мастер-классы большие, которые касаются всей школы, всех школьников, для этого существует отдельная организация родительская. В России, ну, у нас, наверное, что-то подобное, типа родительского комитета, вот, я, наверное, здесь тоже так буду называть, это родительский комитет. Но это не просто группа людей, это на самом деле группа людей, которые составляют некоммерческую организацию, то есть это юридическое лицо. Вы можете вступить в родительский комитет, сдав ежегодный взнос и написав заявление об этом. Ежегодный взнос составляет 12 евро. Вы получите, там, какую-то футболку, какой-то значок, вот, то, что вы состоите вот в этом родительском комитете, вот в этой организации. Вы будете участвовать в обсуждениях, в собраниях, которые касаются разных, там, мероприятий, о том, как школьники будут проводить каникулы, кого им пригласить. Вот в этом году мы, мой муж случайно попал на такое собрание, вот, мы думали сначала, что это просто собрание родительское в классе, но оказалось, что это вот такое общешкольное собрание вот этого родительского комитета, и он 4 часа вместе с этим комитетом заседал, вот, и, ну, узнал разные интересные штуки и особенности вот их родительского комитета и чем он отличается от деятельности родительских комитетов в наших школах. Вот принципиальное отличие, что это юридическая организация, они собирают взносы со всех желающих вступить, вот, и, ну, там у них много полномочий, они много всяких придумок делают, но вот как выяснилось на собрании, после чего вот, точнее, когда муж со мной поделился после посещения этого собрания, он говорит, что желающих вступать в этот родительский комитет не так уж и много, и желающих руководить и заниматься какими-то конкретными делами в этом родительском комитете тоже по минимуму. В общем-то, как и у нас в России, очень трудно найти родителей, которые готовы будут там что-то придумывать, помогать учителю. Здесь такая же ситуация. В общем-то, почти никаких отличий. Собственно, вот, из этого складываются траты на школу, и вот, если можно сказать, что сколько стоит немецкая школа, ну, вот она стоит ровно столько, сколько вы можете вложить в материалы, вы можете вложить в какие-то дополнительные образовательные штуки, вот, участвуя в этом родительском комитете, плюс какие-то минимальные деньги на подарки, мероприятия, для того, чтобы просто отблагодарить, как-то украсить жизнь своего классного руководителя. И, собственно говоря, всё. Больше ничего. Больше никаких сборов. Надеюсь, я ответила на вопрос. Счастливо, пока. В следующий раз отвечу на вопрос о мотивации моего ребёнка изучать иностранные языки. Всё, счастливо, пока.